Борис Музалевский, ветеран Великой Отечественной. Человек с непростой судьбой, которой перепелились горе и радость. В свои 98 он часто вспоминает ужасы, то есть страшной войны и радуется мирной жизни. Сколько вам здесь, Борис Николаевич? Это мне 17 лет. 17? Да. А какого вы года рождения? Я 1926 года рождения. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, города Кёнисберга. Награждён многочисленными орденами и медалями. В мирное время продолжил военную службу, отдав ей в общей сложности 39 лет. На заслуженный отдых ушёл в звание полковника. Выразить слова глубокого почтения и признательности за ратный подвиг, ветерану войны Борису Музалевскому пришёл председатель Бобруцкого госполкома Игорь Кисель. Конечно, сегодня приятно, отрадно, что 23 февраля праздник мужчин. Слава Богу, что живы наши ветераны. И такой мужской праздник. Такие люди, которые прошли жерла войны. Дай Бог им здоровья. И отрадно то, что у нас в городе они есть. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и долго оставаться в строю. Я постараюсь, чтобы к этому времени быть в форме. Вот так. И приехать на парад. Для военнослужащих представители общественного объединения Белорусский Союз Женщин организовали праздничную программу. Встреча началась с молебна в храме. После солдаты переместились в Дом православной культуры, где в домашней обстановке юношам вручили сладкие угощения и порадовали концертом. В республике уже не первый год проходит такая акция «Мамин пирог». Она идёт по инициативе нашей республиканской организации общественного объединения Белорусский Союз Женщин. Конечно, её подхватили все женщины, буквально во всех регионах. И она до такой степени тёплая, что вот просто даже хочется, наверное, всё время принимать в ней участие и хочется дарить вот этот вот кусочек тепла тем, кто заслуживает в этот день. Совместно с Белорусским Союзом Женщин вот провели такое праздничное мероприятие. Совершили молебное пение в Георгиевском храме. Я благословил их иконой Фёдора Ушакова. В этой иконе есть маленькая частица той ленточки наградной, которую он когда-то получил ещё при своей жизни. В День защитника Отечества на площади Победы Многолюдно под звуки оркестра цветы и венки легли к подножию памятнику танка и братской могиле воинов Советской армии. Администрация города выразила тёплые слова благодарности ветеранам, героям военного периода, которые написали значимую страницу в летописи страны. В этом году 80 лет со дня освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Наша страна хранит историю и строит будущее суверенного государства. Белоруссия очень много стояла при Советском Союзе воинских частей. И на следующий день проживает более 2,5 тысяч пенсионеров по линии Министерства обороны. Это очень важный для города и нужный праздник. Он всегда проходит в тёплой, дружественной обстановке. Я думаю, что традиция будет продолжаться из года в год далее. Этот праздник всегда олицетворяет мужество и самоотверженность, достоинство и честь. Имеет богатую и славную историю и отмечается в каждой семье. Ведь самое ценное в жизни – это мирное небо над головой, спокойствие и благополучие в семьях. Никита Швайковский, Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360.